Друзья, всем привет! Сегодня сделаем пару самоделок из газовых баллончиков. И начнем с первой самоделки, а точнее приспособления или насадки для газового баллона. И понадобится нам для этого игла от шприца. Саму металлическую углу извлекаем и остается у нас только посадочная часть, на которой канцелярским ножом срезаем грани. А затем отрезаем немного от нижней части конуса. Вот и готова наше простейшее в изготовлении насадка. А нужна она для того, чтобы заправить пустые зажигалки. Плюс в том, что газовые баллончики стоят дешевле и всегда есть под рукой. Теперь не придется покупать специальные заправочные баллоны для зажигалок. Для заправки нужно держать баллон вверх дном, чтобы перелить газ в сжиженном состоянии в зажигалку. Для второй самоделки потребуется уже пустой газовый баллон. А для начала убеждаемся, что он пустой, надавив на клапан. После этого с помощью пассатижи убираем верхнюю часть. Затем стачиваем кромку на верхней крышке. Я использую для этого самодельный шлифовальный станок, но можно воспользоваться болгаркой с наждачным кругом. После процедуры крышка легко снимается. Сначала на глаз делаем линию чуть выше половины баллоны. И отпиливаем эту часть. Затем распиливаем полученную часть еще раз. Делаю все на глаз, поэтому без размеров. Дальше вы видите, как примерно должно получиться. Теперь задача состоит в том, чтобы подмять вырезанное кольцо так, чтобы оно входило в другую часть. Делаю это руками, так как металл легко поддается. И прижимаю пассатижами. От части с дном делаю линию, отступив отверху около сантиметра. И затем размечаю 8 равноудаленных точек. Их накерниваю и делаю отверстие сверлом 1,5 мм. Теперь приступаем к процессу сборки. Для этого вставляем уменьшенное кольцо вовнутрь крышки и поджимаем ее так, чтобы все плотно держалось. А затем все вставляем до упора в часть с донышком. После этого зажимаем путем подгибания верхнего излишка нашу крышку, придав таким образом целостность всей самоделки. Вот и все, самоделка готова. Наливаем внутрь спирт и поджигаем. Подождем пока все нагреется и получаем быструю походную спиртовую плитку. Попробую вскипятить примерно литр воды. Забегая наперед скажу, что заняло это примерно 7-8 минут. Я думаю вполне можно пользоваться таким походным вариантом. Просто берите с собой немного спирта и эту горелку. Также этот вариант можно сделать без особых инструментов в любом месте. Например, если у вас закончился газовый баллончик, а разогреть еду или вскипятить воду надо. Я думаю не составит труда сделать примерно то же самое обычным ножом. Металл мягкий, режется и мнется легко. Друзья, вот таких пару самоделок решил вам сегодня показать. Сейчас на ютубе как раз начали пользоваться спросом подобные самоделки. Вот и я решил что-то показать. Вас прошу дать свою оценку насчет данных идей, поставив лайк этому видео, если оно вам понравилось. А также прошу написать комментарий, если есть мысли, годно или нет, как можно улучшить и что еще можно сделать. А если вы еще не подписаны на канал, то обязательно сделайте это и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные видео. Всем хорошего настроения, спасибо вам за просмотр и пока-пока.